Чайки летают. Не просто так. Я же говорю не просто так. Ну вот он. Я же сказал, ребята. Есть. В палках мясо как. Вот это окунь. Вот так вот. И вот тут надо ловить как можно быстрее. Опа. Ух ты. Вы смотрите. На фактически надорванной губе. А все-таки спиннинг его отработал. Есть. Знаете, что это за блесна? Я потом расскажу. Это мне подписчик подарил. Есть. Хороший, елкуня. Ну гляньте, какой. Опа. Всем привет. Я поздоровался или нет? Я не знаю даже. Я увидел чайк и понял, что это шанс. Я вообще шел совершенно искать другую рыбу. И в другие места я шел на яму. Ловить вообще другими приманками, другими спиннингами. А тут увидел окуня. Схватил спиннинг, кальмарку, наутилусовскую, и джитака. Она у меня в лодке лежала, собранная до 25 грамм. А там блесна стояла от подписчика. А она из этого, из фосфора, по-моему, сделана. Кайф. Давайте дальше. Пауз нельзя делать долгих. Окунь, если зашел, он стоять долго не будет. Он пойдет сейчас куда-нибудь еще. Опа. Ух ты. Ух ты. Ух. Как работает кальмаровый бланк. Вот, зацените. Это правильная работа кальмарового бланка. Смотрите, в чем прикол. Блесна относительно крупная. Ну, то есть, она не мелкая совсем, как бы, как, знаете, говорят, окуневая. Она легкая, поэтому ее можно вести довольно медленно. Я, собственно, ее из-за этого и нацепил. Я думаю, что здесь, поскольку тут глубина небольшая, трава, и в отличие от металлической блесны, такого же точно размера, вот эту вот блесну, форфор, фосфор, я не знаю, ну пусть подписчик напишет, как этот материал называется, поклевка была. Вот. И эту блесну можно вести медленнее. Я поэтому ее и поставил изначально, когда собрал вот этот весь комплект, я сразу же собрал и поставил сюда блесну вот эту. Потому что я собирался этим спиннингом ловить блеснами. Ну, это все-таки кальмарка. Она как бы больше для блесен, это не воблерная тема. Ну, это только если вот по головлю кренки погонять, то да. Выплевывает приманочку, как хорошо. Видно, крупный окунь отошел, а крутится мелкий. Уф, сделаем паузу. Ну, перестал колевать, сейчас по ветру пойду и буду обкидывать. Где-нибудь я его найду, мне кажется. Но я и говорю, что если вот увидел, что окунь есть и чайки летают, тут времени, запас минимальный, надо быстро, 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 быстро. Хорошо, что у меня палка с собой вот эта была, потому что я взял тяжелые спиннинги. Я взял у меня до 90, до 140, а это лежал спиннинг, я его собрал, когда собирал наутилус гриндер. Я на наутилус гриндер поставил вот катушку Twitch Force наутилусовскую, со шнуром наутилусовским. А потом параллельно с этим собрал еще спиннинг до 25 грамм. Я поставил на него вот такую катушку, это тоже катушка от наутилуса. Это катушка Cceptor 3000S. Ну, судя по всему, S это спортивная шпуля. Но, вы знаете, вот сюда влез вот этот шнур зелененький. Ну, пишут, что он 0.8 PE, он, естественно, не 0.8 PE. Он, естественно, по ощущениям толще. Тут даже вот коробка есть от этой катушки. Вот он, Cceptor, передатка 5.0 к одному. Очень даже неплохо. Ну, вес 275 грамм. Конечно, для трехтысячной катушки, может быть, это и многовато. Но, значит, наверняка она из железа сделана. Так, а шнур вот этот здесь стоит. 0.8 PE, 0.1 миллиметр. Все это, конечно, ерунда абсолютно полная. Ну, он толще. Ну, опять же, это не столь важно. Надо просто взять шнур от другой фирмы и взять просто в магазине и сравнить, чтобы понять. Ну, по крайней мере, у меня все летит на этом шнуре. Но тут самое интересное. Размотка 135 метров. Ребят, 135 метров. Во-первых, это не очень удачная размотка, потому что это вот размотка, знаете, для того, чтобы, ну, к примеру, воблеры твичить. Когда вы кидаете там метров на 40-50, тогда при использовании вот части шнура вы перематываете на другую сторону и ловите. А вот для джига такой шнур использовать очень плохо, потому что при забросах там 70 метров, там 60-70, у вас рабочий кусок будет 70-80 метров. То есть вы обратной стороной этот шнур уже не перемотаете никогда, потому что пополам поделите. Очень неудачная вот эта размотка 135 метров. Ну, что делать? Но на вот эту катушку, на Ксептор 3000С, этот шнур на шпулю влез без бэкинга, 135 метров. Ну, легкая блесна летит, меня все устраивает. То есть, ну, толще он, допустим, чем другие шнуры, там, 0.8 PE, ну и что? Вот, полтора PE, а вот 0.8 PE, ну, ТИЛС, четырех жилок. Вот, смотрите. Но это мелочи. Летает, летает. Довольно легкая блесна, прекрасно летит. Любые вот эти бюджетные шнуры, которые берешь, они все визуально толще, чем японские, с той же нумерацией. Но блесна, конечно, прикольная. Спасибо подписчику. У меня еще есть там несколько штук, он мне разные прислал. У меня есть и покрупнее размером. Но вот в наших условиях, вот с такой травой, вот более крупная блесна, все-таки чутка тяжеловата. А вот это, вот прям оказалось, самый мед. То есть, она так вот хорошо падает. И я веду над травой, прекрасно. И, я же говорю, довольно легкая. Опа! Опа! О, щука, блин! Ну, нафига ты мне нужна? А, да, все-таки вот этот действительно прям чистая кальмарка. И строй какой! Зацените! Вы видите, как она работает, бланк вообще? Он работает вообще даже, вот отсюда уже начинает работать. И, кстати, что меня прикололо? Ручечка-то монокок. Ребят, вообще такая приятная. И, кстати, ручка не длинная. Ну, вот, не очень длинная, скажем так. То есть, это, ну, удобная. Удобная, ничего не могу сказать. Мне вполне... Опять же, вы видите, как я держу? Я все равно держу выше катушки для того, чтобы мне так удобнее анимацию приманки делать. Смотрите, какой баланс у палки. А? Зацените! То есть, я когда держу вот здесь, у меня вообще просто вот чук-чук-чук-чук, то есть, рука не устает. Вообще, на таком водоеме, как у нас, на такой площади, вот активного окуня искать крайне хлопотно. Вот он выходит по краям ям где-то, по приямочкам, но он выходит в какое-то определенное время, то есть, вот он выскочит, где-то там по краю ямки пробежит, бым-бым-бым, ушел и все, и себя не проявляет. А вот если он начинает себя вот так проявлять, а обычно это бывает август-сентябрь, вот когда котлы начинаются, и тут появляются чайки, и вот по чайкам тогда мы и ориентируемся. Почему я когда увидел чайек, я прям так обрадовался, я понял, что окунь есть. Кстати, заметьте, что характерно для кальмарок, входное кольцо первое, вы видите, какой небольшой диаметр у него, это вот у многих кальмарок именно так вот, это кольцо, ну, как бы предполагается, что вроде как дальний заброс не предполагается. Почему не предполагается дальний заброс? Ну, кальмаров, наверное, они в отвес ловят, типа, зачем сюда большое кольцо ставить? А в наших-то условиях мы этими палками ловим головля ловим, жерех ловим, то есть, заброс дальний, по идее, должен присутствовать. Но все остальные кольца, они не очень мелкие, то есть, вот я вот смотрю, что вот дальше кольца, они не мелкие, они нормальные кольца вполне. Надо вообще головля попробовать на дону половить этим спиннингом, а я же сказал, почему про кольца-то сказал, не просто так. На дону частенько плывет пух и забивает кольца, а здесь кольца такие нормальные. Вот надо действительно попробовать головля им половить. Мне сейчас опять в комментариях напишут, что ты всю рыбалку про спиннинг рассказываешь, а про что мне еще рассказывать, когда окунь не клюет? Вот только что вот тут котел был, прям котел. Вот как его искать, видите? Я плыл-плыл, поклевок не было, а сзади прям бум-бум-бум-бум-бум-оп. Вот он, видите? Я надеюсь, я далеко от него не уплыл, против ветра кидать придется. Ай, ничего, и против ветра палка-то справляется. Оп, вот он. Видите, что творится? Вот до него мне докинуть надо. И все, и ушел. Вот я успел поймать чуть-чуть, и все. Я сейчас хочу проверить, реально, насколько этот спиннинг соответствует тесту. Вот, поставил тыл-спиннер 25 грамм. Ну, 25, ребята, он пуляет только в путь. Так, я грузик поставил 30 грамм. Ну, 30-ка полетела, конечно, но уже вот он на забросе начинает чутка валиться. Ну, это нормально, то есть написано до 25, плюс защита от дурака, то есть, если что, 30 он кинет. С учетом того, что этот спиннинг в основном для ловли окуня, головля, щуки, вот с берега покидать, вертушки, колебалки, кренки, вот всякие такие приманки. Вес этих приманок, как правило, в 25 укладывается только в путь. Поэтому здесь даже более важен нижний тест, а не верхний. Поэтому я вот сейчас вот этот воблерок поставлю, он грамма 4 весит, не больше. Уф! Ну, вообще, кайф. Махонький воблерочек совсем. Вот, чисто такой головлевый, окуневый. Если у вас здесь будет стоять более тонкий шнур, 3-4 грамма воблерки вы будете спокойно кидать. Так, ну что, у меня по факту получилась сегодня рыбалка одной приманки. Я вообще больше ничего не кидал. Кстати, очень надеюсь, что если подписчик, который подарил мне вот эти блесны, напишет коммент, из чего это сделано, я буду ему очень благодарен. Так что буду я, наверное, собираться домой. А, вот, что еще забыл сказать. Один из подписчиков просил поздравить своего друга, Улитина Алексея, он тоже у меня в подписчиках, с прошедшим днем рождения. Алексей, с днем рождения, успехов во всем, успехов, удачи, это удел слабых, успехов. А кто просил, я не скажу. Догадается, я думаю, Алексей сам. Ну, а за сим, как говорится. Пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте все, что угодно. Поеду видео монтировать, да и уху варить. Пока. Тут не только на уху, тут и пожарить будет.